Вот два раза травили, он чудом выжил. Такой чудовищный срок — это приглашение к торгу. И получается, чем выше срок, тем ниже цена жизни. Стыдно быть человеком. Ни Снельна, ни Иудеи. Нету русских и украинцев. Нету. Как сейчас функционирует самоуправление в России? Надо решать через Путина. Ну, через задницу, если говорить русским языком. Приветствую зрителей Белсата. В эфире очередной выпуск программы «Ход мысли» с Виктором Шандеровичем. Меня зовут Игорь Винявский. Виктор, приветствую вас. Добрый день. 25 лет Владимиру Карамурзе. Ну, не было никаких иллюзий, конечно, что срок будет чем-то отличаться от того, что запросил прокурор. Тем не менее, мы видим следующую картину. По крайней мере, я ее вижу. Не секрет ни для кого, абсолютно. Я думаю, что и для прокурора, и для судьи, что Владимир Карамурза сейчас очень больной человек. Вот два раза травили, он чудом выжил. У него практически, ну, диагнозы, наверное, можно сказать, что при вот таком вот сроке несовместимы с жизнью. То есть, абсолютно сознательно. И прокурор, и судья его, в общем-то, обрекли на... Приговорили к смертной казни, можно сказать так. То есть, это приговор, фактически смертная казнь. Это начало уже какой-то такой поточной, конвейерной сталинской репрессии, когда на 25 лет будут по такой новой 58-й статье за фейки уходить люди? Или это вот все-таки персональное некое наказание Карамурзы, и более жестких мы не будем пока сейчас приговоров видеть? Смотрите, значит, ужесточение массовое мы тоже фиксируем в последние месяцы, и мы об этом говорили, что если раньше 7-8 лет получали, чудовищные 7-8 лет получали политические поименные противники, вот Яшин, Горинов, то есть политические противники Путина, то в последние месяцы эти сроки начали раздавать просто людям, да, вот обычным людям, которые ВКонтакте что-то такое написали, да, или попались на просто в социальных сетях. Это идет по теме ужесточения, нагнетания, собственно говоря, нагнетания террора. То, что террор становится, идет вширь и становится таким социальным явлением, общим социальным явлением. В случае с Карамурзо, это, конечно, персональная история, Карамурза, Навальный и Карамурза, собственно говоря, двое являются персональными политическими врагами Путина. Навальный прямо претендовал на власть, ходил на выборы, требовал, так сказать, прекращения путинской власти. Карамурза сделал очень много для делегитимизации путинской системы на Западе. Он составитель списков Магнитского-Немцова, он очень хорошо известен на Западе. И это, конечно, персональная месть. И это, конечно, каменка вот эти 25 лет, потому что таких сроков буквально не получали серийные убийцы, маньяки, насильники. Да, нет таких сроков. Скопинский маньяк, там любые все маньяки российские не получали таких сроков. Маньяки не так опасны для Путина, как Карамурза, разумеется, маньяки классово близкие. Сам по себе срок – это совершенно очевидно рукотворное дело, это путинское, это вручную. Вот там Симонову, этому железнодорожному рабочему, 7 лет, дали уже в рамках раскручивания маховика. Путин не давал команды, а здесь Путин давал команду, безусловно. Отчасти есть такое парадоксальное мнение, я на это очень надеюсь, что такой чудовищный срок – это приглашение к торгу. Поскольку был английский посол, поскольку внимание всего мира приковано было к этому приговору, и он прошел в новостях всего мира, этот приговор, он не прошел незамеченным, то это как бы эти 25 лет – это приглашение Путина к торгу. С Навальным будет такой же торг, да, выкупайте у нас за что-нибудь, за отказ от санкций, выдачу шпионов, да. Это просто обменный фонд, это бандиты взяли заложника, помимо всего прочего, они будут мучить. Надеюсь, что не будут убивать, хотя, конечно, 25 лет, если представить себе, ну 25 лет в любом случае не будет, увы, даже и по состоянию здоровья не будет. Карамурза должен выйти, мы должны постараться, да, мир должен постараться сделать так, чтобы он вышел на свободу в ближайшее время. Ну вот с одной стороны, получается, мы бы, конечно, хотели, чтобы и Карамурза, и Навальный были в результате каких-нибудь переговоров, может быть, отпущены, с другой стороны, есть правило с террористами переговоров не вести. Сегодня выпустят Навального и Карамурзу, завтра, значит, заедут какие-нибудь новые политзаплюченные на 25 лет. Этот, опять же, торг, он может быть бесконечным. Ну, понимаете, какая штука? Это правда, это правда, что с террористами не ведут переговоров, но с террористами ведут переговоры. Ведут, да, и пытаются освободить заложников, это специальное искусство, да, это мучат, это специальный огромный раздел, да, переговоры с террористами. Ничего не поделать, а то, что из России будет выкачан воздух в ближайшее время, то, что все, кто не в тюрьме, должны будут уехать, то, что пространство свободы схлопывается, даже маленькой, позволительной, в общем, неоппозиционной по, так сказать, по буквальным политическим проявлениям свободы. Это схлопывается пространство, все меньше шансов в России сегодня быть приличным человеком и что-то делать, оставаясь, что-то делать, не оставаясь не совсем маргиналом и на свободе. Пример Александра Архангельского, моего коллеги и друга в прошлом, так сказать, телезвезды, работавшего на канале «Культура», снимавшего фильмы, его фильмы запрещены к показу, он сам ушел из высшей школы экономики. При этом надо сказать, что Александр Архангельский – это самый, может быть, был яркий пример, так сказать, компромисса, компромисса ненравственного, нет, компромисса стратегического. Это его стратегия была. Он не выходил в пикеты, он не требовал банду Путина под суд, он продолжал, пытался читать лекции, снимать фильмы, да, встречаться со студентами, да, преподавать, схлопывается пространство. Уже нельзя не только требовать, там, отставки или суда над Путиным, нельзя уже просто говорить какие-то гуманитарные вещи, как говорил Архангельский. А он, христианские вещи, уже нельзя. Это несовместимо даже с высшей школой экономики, не говоря о телевидении. Схлопывается пространство свободы все время, до полного обморока. И в этом смысле, как мне кажется, довольно очевидно, что очень скоро, ну, когда мы говорим, это же через запятую, некого поставить. Навальный, Карамурза, Ройзман, да, уже все под арестами или под домашним арестом, или под сроками, или в СИЗО. Вы знаете, эти сроки, о которых мы сейчас говорим, есть некая такая обратная пропорция, мне кажется, или прямая здесь. С одной стороны, мы видим увеличение сроков, и в то же время на фоне войны мы очень видим, как падает цена человеческой жизни в России. И получается, чем выше срок, тем ниже цена жизни. Понятно, что пропаганде об этом говорить абсолютно невыгодно, но я, с другой стороны, не замечаю какой-то дискуссии о цене российской жизни в антипутинских СМИ. Не могу сказать, что ее там нет, может быть, она есть, просто, может быть, она мне на глаза не попадалась, но вот на ваш взгляд, должна ли эта дискуссия сейчас быть одной из главных о цене российской жизни? Да, к сожалению, девальвация человеческой жизни, да, цену на человеческую жизнь, это не в руках оппозиции. Власть совершенно девальвировала, военное время всегда девальвирует, да, человеческая жизнь становится копейкой. Пушечное мясо, которое радостно идет убивать и быть убитыми за копейки, вот они как бы помогают Путину в этом, да, потому что собственная жизнь, не только власть, человеческую жизнь в копейку не ставят, но и сами люди, собственно, в копейку оценивают собственную жизнь. Это драматично и это трагично, и это потом придет, это все ведь вернется в Россию. 750 тысяч участников специальной военной операции зафиксировано в фонде, созданном Путиным. 750 тысяч. Если умножить это потенциальное количество участников специальной операции на 4 на 5, да, с членами семей, то это уже значительная статистическая выкладка российская. Эта Россия становится просто вот такой сплошным изломом ветеранским через какое-то время. Представьте, что эти люди, когда их окончательно утрамбуют, тех, кого не насмерть утрамбуют на Украине, вернутся в Россию с опытом убийств, со сколоченными бандами, вооруженные, бесконтрольные в абсолютно распадающуюся Россию, это все вернется к России. И это почувствуют на себе жители России, так как сегодня чувствуют украинцы. Вот все-таки почему об этом сейчас не говорят антипутинские СМИ? Вы затронули уже момент достаточно важный, на мой взгляд, который, ну, можно, наверное, охарактеризовать как вопрос, какой будет Россия после войны. Или, может быть, даже подойти к вопросу, каким видится выход из войны. То есть, ну, понятно, что Путину сейчас либо он никаким не видится, либо видится, наверное, победоносным. Кстати говоря, интересная такая историческая, может быть, будет тут сейчас аллюзия, что 20 апреля день рождения Гитлера. И вполне возможно, что его кто-нибудь из участников специальной военной операции даже отметит, потому что мы знаем, что в рядах есть поклонники Гитлера. Тем не менее, 20 апреля Гитлер в 45-го года отметил свой день рождения, а через 10 дней после дня рождения застрелился. То есть, выхода из войны на тот момент Гитлер уже не видел. Вполне возможно, что он его даже еще в начале 45-го года видел. Но вот за 10 дней до гибели, в день рождения, уже не видел. Видит ли сейчас Путин выход из войны какой-то? И видит ли сейчас какое-то антипутинское общество? Нужно ли об этом говорить, о том, что как выходить из войны? Потому что, что делать, вот уже никто не понимает, да? А вот как выходить из нее? Понимаете, какая штука? Уже Пригожин, который сегодня, безусловно, уже политическая элита, и который выступает именно как политик, да, уголовник, но он перешел давно уже в политическую элиту. Собственно, он предложил зафиксировать убытки, объявить их, как сказано, прибылью и сворачивать войну. Всем понятно, что у этой войны нет победы, что можно взять Бахмут, но нельзя взять Украину. Ни о ком Киеве, Харькове речи не идет. Я думаю, что его стратегия – это просто вынудить к миру Украину и Запад. Это ошибочная стратегия, этого уже не будет, я думаю. Этого не будет, мы об этом тоже говорили. Поэтому, понимаете, наше предложение, мое предложение по выходу из войны заключается в том, что надо как можно скорее признать путинскую политику катастрофой со всеми вытекающими последствиями и начать медленный, мучительный, унизительный, по немецкому образу, выход наружу России. В этом смысле ситуация по-настоящему падавая сегодня. К сожалению, через мозги уже не дошло, и мы ждем, через что может дойти, через какое ощущение поражения может дойти. Прежде чем россияне поймут, на себе поймут гибельность последних многих лет путинской политики, прежде чем задача выйти из путинского времени не станет народной задачей, российской задачей, и темой для российского диалога. До этого ничего измениться не может, потому что это процесс, это не может случиться челчком рубильника. Это не выключатель, это медленный, мучительный процесс. Я, признаться, не вижу никаких технологических способов сегодня. Все-таки шанс России, как это не страшно и странно звучит, огромный шанс России в тяжелом, быстром, осознанном России и военном поражении. В руках Украины и мира сегодня ключ к потенциальному будущему России. Пропаганда ставит тождественное равенство между Путиным и Россией. Мы уже об этом не раз говорили, и Володина вспоминали там с его «не будет Путина, не будет России». То есть, в принципе, там откровенно такой нарратив идет, что Россия — это Путин. Существует параллельно этому, в общем-то, уже даже такое, по крайней мере, в украинском обществе, понимание, что если ты сейчас защищаешь Россию, то ты автоматически защищаешь Путина, потому что, ну, нету хороших русских дискурсов, хороших русских, он год существует, но он существует в российском пространстве, а не за его пределами. Вот согласны ли вы все-таки с этим тезисом, что если ты сейчас защищаешь Россию, то ты защищаешь Путина? Ну, послушайте, Декарт велел договариваться от терминок, все время его цитирую. Ханарент в ответ на реплику, на мысль, что стыдно быть немцем, отвечал, стыдно быть человеком. Стыдно быть человеком. Ни Снельна, ни Иудеи, нету русских и украинцев. Нету никаких русских и украинцев. В области персональной вины, нет никакой коллективной вины, есть коллективная ответственность. Мы много раз об этом говорили. И много вам за это приметало с каждой стороны? Разумеется, разумеется, разумеется. И столько я получаю огромное тепло и поддержку, и благодарность от украинцев, но я получаю и оскорбление, и проклятие от украинцев. Только вопрос в том, что иногда люди говорят, осмеливаются говорить от имени всей нации. Я всегда говорю, будьте скромнее, говорите от своего имени. Да, сегодня, совершенно очевидно. Я писал об этом много лет назад. Я писал тогда, до войны. Плохо быть, писал я немцам в 30-х годах. Потом, после войны, я поправил. Плохо быть немцам в 40-х годах, когда уже война идет. Еще хуже быть немцам в 40-х годах. Читаем ремарк, «Ночь в Лиссабоне» и все остальное. Оскорбление по факту немецкой речи, речи абсолютно нормально в 40-х годах. Не значит, что хорошо, что раздражение, что Германия – это Гитлер для мира, а Россия – это Путин сегодня для мира, разумеется. Дальше вопрос просто уже работы, человеческой работы, интеллектуальной работы, душевной работы. И самих россиян. Можно сколько угодно усмехаться над термином «хорошие россияне», но, тем не менее, миллионы россиян никогда не поддерживали Путина, боролись против него, платили своими судьбами, сидением в автозаках, маргинализацией, безработицей, изгнанием. Многие жизнями заплатили за свою борьбу с Путиным. Чем больше таких россиян, чем настойчивее те россияне, которые остались живы сегодня в России или за рубежом, неважно, чем настойчивее они противостоят Путину, чем настойчивее они, чем больше они помогают Украине, кто как может, да, помогают Украине, тем ниже будет цена коллективной ответственности российской. Это обратно пропорциональные вещи. Это очень понятно, что чем больше россиян будет, так сказать, своей жизнью, своей работой, своими усилиями отмывать имя русского от путинского кровавого дерьма, тем меньше потом будет цена за выход. Это совершенно очевидная формула. Поэтому формула для хорошего русского, безо всяких кавычек, нормального русского, назовем его, очень простая. Ее сформулировал мой товарищ, живущий, между прочим, живущий в Варшаве. Да? Делай что-нибудь для Украины. Вот и все. Вот ты и избываешь коллективную вину и коллективную ответственность. Это, мне кажется, очень простая формула. А то, что сегодня в массовом сознании для мира политически, подчеркиваю слово политически, политически сегодня Россия, это, конечно, Путин. Ни Ходорковский, ни Карабурза, ни Каспаров, ни Навальный. Разумеется, политически Путин, но политическим срезом не исчерпывается эта проблема. 21 апреля, такая дата для России, в России отмечают, условно говоря, отмечают, вряд ли даже и отмечают, день самоуправления. На ваш взгляд, как сейчас функционирует самоуправление в России? Самоуправление сидит в тюрьме. Депутат Алексей Горинов, депутат Илья Яшин, депутат Ройзман сидят в тюрьме. Это люди, которые символизировали, Кетти Херолидзе, значит, московский депутат. Это люди, которые символизировали, собственно, последний шанс России, местное самоуправление. В Кремле все было схвачено давно, и в парламенте все было схвачено давно. Но еще какое-то время оставались вот эти островки народовластия. Городские депутаты, которые действительно избраны населением, которые действительно, которых уважают, которых раз за разом избирают, которые на самом деле защищают интересы жителей на местном уровне. В 2019 году это было затоптано, уже окончательно втоптано и закатно под асфальт. Самоуправления сегодня нету. Последние знаковые люди самоуправления, я их назвал несколько имен, сидят в тюрьмах. И это характери Российской Федерации, когда все это лопнет и потечет. И нужны будут хоть какие-то инструменты, кроме Пригожинских, Кадыровских, да, а также аналогичных со всех сторон. Потому что появятся частные армии, появятся потекут с Украины уголовники для разборок внутри России. Последние легитимные инструменты, это как раз народовластие. Народонародовластие сегодня сидит в тюрьме. Это характери, я повторяю, потому что в тот момент, когда потребуются хоть какие-то легитимные инструменты, хоть какие-то, хоть кто-то, хоть что-то, хоть на каком-то уровне, этого уже нет, этого не будет. То есть это начнет появляться, но появляться уже, бог знает, на какой выжженной земле. И многие годы, которые в России худо-бедно, ну какое-то строительство такое низовое происходило, все-таки первые выборы были 35 лет назад, напомню, да, 88-89 год. Мы узнали, что это такое избирать на партийную конференцию Верховный Совет. Сахарова избрали в 89-м году. Мы узнали, что такой механизм существует. Мы начали его осваивать. Что такое выбор, что такое агитация, как выбирать. Это медленная школа, мы только-только в нее пошли. Но эта школа была как в Беслаге просто, из огнеметов сожжена. И теперь снова с нуля надо будет это выстраивать. Вот и все народовластие на сегодня. Когда мы говорим о самоуправлении, говорите об этих людях, которые сейчас где-то под следствием находятся, где-то уже отбывают сроки. Получается, что депутаты местного самоуправления как-то влезают в большую политику и сталкиваются с репрессиями. Но почему самоуправление не может решать какие-то условно хозяйственные вопросы? У меня перед глазами вот эта сейчас история стоит. В Оренбурге стая диких собак, бродячих, загрызла девятилетнего мальчика. Ну, бродячие собаки, они же не за один день взяли, откуда-то взялись бездомные, сорганизовались и сбились в стаю. То есть, такая проблема, она ведь формируется даже не месяцами, скорее всего, это локальная проблема, которую местные власти должны решать на локальном уровне. Но вот сейчас в Оренбурге люди собираются, чтобы написать письмо Путину для того, чтобы он изменил закон о бродячих животных. И, судя по всему, по их логике, это должно как-то вот решить проблему того, что бродячие собаки грызут детей. Есть такое слово целеполагание. Когда люди выбирают себе власть, которая под присмотром избирателей решает их проблемы, то такая problema решается очень быстро. Просто быстро, менеджерски решается очень быстро такая проблема. Если можно принимать законы, они надо каждый раз писать на старую площадь, если можно принимать законы, если можно распоряжаться своими бюджетами, если власть заточена на решение проблем, если она ориентируется на избирателя, а не на старую площадь. Но есть понятие целеполагания. Власть сегодня и какого-то чувака из Единой России посадили. Этот чувак смотрит только наверх. Население ему помеха, который от него что-то хочет. Он смотрит только наверх чаще всего. Ловит сигналы со старой площади, прессует сторонников Навального. Ему для того, чтобы остаться у власти, не надо решать проблемы населения. Ему надо понравиться Путину. Поэтому все перевенуто в этом смысле. Поэтому простейшие вопросы становятся, да, надо решать через Путина. Ну, через задницу, если говорить русским языком. А в том-то и дело, на что ориентирована эта власть. Власти не нужен независимый местный депутат. Независимый местный депутат может вырасти в областного, а потом, глядишь, в политика федерального масштаба, как Немцов. Как Немцов, который вдруг, да, из Нижнего Новгорода вдруг выясняется, что есть вот такой политик. Он переходит на федеральный уровень. Зачем власти такой потенциальный Немцов? Зачем ему Ройзман? Да, зачем ему Илья Яшин? Лучше какого-нибудь попка, которого они посадили и который будет смотреть в рот Путину. А бродячие собаки будут грызть детей, а и люди будут писать письма Путину в этой системе координат. Это, к сожалению, очень яркий пример. Давайте перейдем к вопросам от зрителей. Напоминаю, что вопрос вы можете задать через телеграм-канал, ссылку на которую видите сейчас на экране. Также, если смотрите нас через наш ютуб-канал вот так, то ссылка будет в описании к этому видео. Поставьте лайк нашему видео и подпишитесь на ютуб-канал, если до сих пор этого не сделали. Ну и вопрос такой. Наверное, для зрителей, что Лени Рифеншталь действительно это была режиссер самых известных нацистских пропагандистских фильмов, таких как «Олимпия» и «Триумф воли». И при всем при этом она проходила деноцификацию после войны, два раза проходила, два раза была оправдана, прожила 101 год, продолжала свою различную деятельность, карьеру. В общем-то, как и говорит наш зритель, вышла сухой из воды. Самый очевидный аналог Лени Рифеншталь, ну, так сказать, разумеется, Константин Львович Эрнст, человек безусловно одаренный, талантливый, человек прямо причастный к строительству, причем вплоть до буквальных совпадений, фильм «Олимпия» вы вспоминали, да? Вот открытие Олимпийских игр, все эти пролеты телекамер над митингами, согнанными в поддержку Путина. То есть это мощный и очень талантливый пропагандист. Я думаю, что он вполне отдает себе отчет, что он Лени Рифеншталь сегодняшняя. Да, я не имею в виду, собственно, кинематографический талант, она была действительно выдающимся кинорежиссером. Да, она прошла деноцификацию, но хотелось бы, чтобы мы дожили до времен, когда людям пришлось бы, публичным людям пришлось бы оправдываться за знакомство с Путиным, за сотрудничество с Путиным, хотя бы морально оправдываться. Я сейчас речь не идет о, может быть, даже юридическом наказании, хотя опыт Руанды, опыт суда после геноцидов Руанды над журналистами, сотрудниками радио «Тысячи холмов» руандийских, когда была доказана связь между пропагандой и убийствами людей, я думаю, что эта связь между пропагандой и убийствами людей может быть доказана в ряде случаев и у нас. Что же касается Лени Рефенштайля и ее, так сказать, творческого наследия? Вот что контекст очень многое меняет. Я, кстати, добавлю, она ведь не признала своей моральной вины до конца жизни. Да, да, да. Ну, да, понимаете, какая штука? Нельзя человек сделать виноватым. Важно, что общество отвернулось, важно, что от нее она перестала быть селитой. И для общества важно именно это. Все остальное человеческий фактор. Так тут бывает по-разному. Что важно? Важно, посмотрите для интереса. Гляньте фильм «Триумф воли» про съезд нацистской партии в Нюрнберге. Он начинается с прекрасного пролета. Сейчас-то это легко делать, да? Значит, раньше это был впервые пролет над Нюрнбергом. Съемки, роскошные съемки старого Нюрнберга с высоты птичьего полета, где проходит съезд нацистской партии. Так вот, спустя 10 лет после этого фильма этого Нюрнберга не было. Город был стерт с лица земли. И его никогда больше не будет, потому что Нюрнберг, ну, новодел. Он восстановлен, как большинство немецких городов. Он уничтожен этот старый Нюрнберг. И уничтожен именно потому, что в нем было гнездо нацизма. Он уничтожен именно потому, что такие, как Ленин и Риффеншталь, да, раскочегаривали и поддерживали этот триумф воли. Надо понимать эту связь. Надо понимать связь между этим триумфом воли, между этой пропагандой позорной, между этим пафосом, да, и, значит, который прет изо всех дыр, и последующим уничтожением страны. На примере Ленин и Риффеншталь и ее фильмов, вот мы можем задуматься именно над этим, что этого Нюрнберга нет. И очень многого чего не будет, из чего сегодня идет пафос изо всех нас злей. Виктор, спасибо вам большое. На этом закончим наш сегодняшний выпуск. Напоминаю, что это была программа «Охотмысли с Виктором Шендеровичем» на Белсате. Увидимся через неделю. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»